МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обычно в нашу редакцию за защитой своих прав обращаются рядовые граждане республики. Но на этот раз эфир будет посвящен чуть ли не самому дорогому долгострою КОМИ, Сереговскому санаторию. Но вначале об истории создания здравницы. Первое упоминание о селе Серегово встречается в письменных источниках XVI века как о богатом месторождении солей. Местные жители издавна знали о целебных свойствах местных рассолов и вывозили его в бочках, чтобы пользоваться в лечебных целях. В 1915 году была предпринята попытка организовать в Серегове курорт. 14 лет спустя на высоком берегу реки Вымь были построены спальный корпус и водолечебница больниологического курорта. Старое здание по сей день принимает больных со всей республики и из соседних областей. Уже в 70-е здесь за смену проходило курс оздоровления более 200 человек. Тогда и было принято решение построить большой современный санаторий на полтысячи курортников. Первая свая в фундамент нового здания была вбита в январе 1986 года. Но из-за отсутствия финансирования в 90-м году строительство было приостановлено. В 2000-х предпринималась еще одна попытка и снова из-за финансового дефицита работы на объекте были прекращены. О достройке санатория в очередной раз задумались пять лет назад. В июне 2011 года провели аукцион на право строительства комплекса работ. Тогда и был определен генеральный подрядчик ЗАО «Коми Жилстрой». Сложный объект потребовал не только нового строительства, но и серьезных работ по сносу устаревших зданий, замены наружных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, которые пришли в негодность, замены оборудования котельной. Ход строительства контролировали как власти, так и общественники. Уж с третьего раза все же хотелось завершить такую важную и нужную для региона лечебницу. Достраивать решили по частям. Сначала реконструировали спальный корпус на 250 мест, грязи лечебницу, столовую и дом для медицинского персонала. Остальные здания потребовали существенной корректировки проектов, экспертиз и смет. С 2011 года появились каркас будущего бассейна, основной административный корпус, пожарное депо, входная группа, коммунальный складской комплекс, водозабор. По сути поправки и новые технологические решения вносились вплоть до весны этого года, так как за этот период 29-летнего долгостроя многократно изменились требования к конструкциям, материалам, оборудованию. Это помещение атриума, переход из общественного корпуса в помещение столовой. То есть здесь еще в начале года была абсолютно улица. То есть здесь лежал снег и не было ничего. Мы чуть меньше чем за год полностью сделали кровлю, переход. Из-за недостаточности проекта мы сами спроектировали этот переход, сами прошли экспертизу и сделали все, чтобы закончить все работы здесь и подготовиться к отделке уже к осени. Мы переделали проект на панели стенопан, которые не крошатся, которые не требуют обслуживания, которые не нужно перекрашивать каждый год. Это более современный материал. И здесь, в этом санатории, мы старались применять самые современные технологии, современный материал и все самое качественное, что только могли найти. Начиная с 2015 года, кинподрядчик ежемесячно наращивал объемы по выполнению работ. В январе было освоено порядка 17 миллионов рублей, а в августе работ было выполнено и принято уже на 210 миллионов. Делалось все, чтобы поскорее завершить объект и ввести новый Сереговский санаторий в эксплуатацию в новом году. Но события последних месяцев поставили под сомнение планы заказчика в лице Минздрава и строителей. Уже приостановлено финансирование, что стало сказываться на субподрядчиках. Из тех контрактов, которые у нас сейчас разыграны и не освоены, освоение не превышает 300 миллионов рублей. Лимит этого года составляет около 170 миллионов рублей, тех, которые еще не выплачены. Нами сейчас выполнена работа, но не оплачена и предъявлена и фактически выполнена на 140 миллионов. То есть мы на сегодняшний день готовы закончить все работы, готовы продолжать работать, все подрядчики готовы продолжать работать. По самым разным оценкам санаторий уже вытянул из бюджета региона более 4 миллиардов рублей. При этом готовность объекта на сегодняшний день превышает 90%. Спальные корпуса полностью отделаны и оснащены всем необходимым оборудованием. В комнатах не хватает только мебели. К работе готова грязелечебница, в которой установлено 12 современных ванн стоимостью более полмиллиона рублей каждая. Корпус для прочих медицинских процедур уже давно принят заказчиком. Приемки ждут комнаты отдыха, танцевальный зал, открытые и крытые спортивные корты. И даже в современном кинотеатре установлены новенькие бархатные кресла. Немного не успели закончить укладку плитки и мозаики в бассейне. Здесь в подвале бассейна выполнена облицовка стен 1280 квадратных метров и полов порядка 1200 квадратных метров. Это только под чашами бассейнов. Наверху вокруг чаш бассейнов 1100 квадратных метров. Полов, кроме чаш. И на стенах около 1500 квадратных метров. Объект готов на 90%. Это самое главное, наверное. Осталось доделать и запустить в эксплуатацию. К слову, все пусконаладочные работы в бассейне были проведены. Чаши заполнялись водой, прошло испытание фильтрационное оборудование. А вентиляция, конвектора и тепловые пушки работают по сей день. Хотя эти работы остаются неоплаченными. Подрядчики еще надеются на возобновление финансирования и со своей стороны прикладывают все усилия, чтобы уложиться в сроки. Внутри основных помещений сейчас наводят лоск отделочники. Электрики устанавливают осветительные приборы, изготовленные по собственным дизайнерским проектам генподрядчика. Уже смонтированы лифты, системы видеонаблюдения, вентиляции, канализации и водоснабжения. В холодных и горячих цехах кухни – духовки, плиты, холодильники, раковины и разделочные столы. Вентилируемым фасадом закрывают контур здания. Сваривается последний пандус. Идем дальше. Благоустроено 100% территории. На площадках перед корпусами выстелено 25 тысяч квадратных метров газонной травы, которую уложили еще в августе на плодородный слой. Сюда все завозилось, планировалось, равнялось. Устройство плитки, брусчатки, устройство плитки тротуарной. Бордюры, как видите, здесь отличаются. Их, конечно, плохо видно под снегом. Это каменные бордюры, сделанные из строенного камня. Все было сдано в сентябре. Но и этому субподрядчику ни копейки не перечислено. На днях пришлось распустить даже бригаду по домам, чтобы избежать ненужных текущих расходов. Это очень огромная сумма. И учитывая еще то, что в этой же сумме лежат мои личные долги на материалы, на оплату работникам, на питание, какой-то процент проживания и так далее. Очень много всех не пересчитать. Расходные материалы, которые были куплены. Топливо у фронтального погрузчика, зарплата тракториста, механизатора, постоянное питание. Это вне елью где-то около 100-150 тысяч штук уходило. В месяц около полмиллиона только уходило. Еще столько же тратится ежемесячно на охрану территории, которую освещает энергосберегающий фонарь на фотореле. Обогрев корпусов при помощи дизель-генераторов и электроснабжения по временной схеме. Генподрядчику до сих пор не согласовали нужные для запуска всех коммуникаций 300 киловатт. Все упирается в деньги и немалые. При том, что сами строительные компании уже вложились всеми имеющимися средствами. Собственными и заемными. Вот, например, один из важных объектов, без запуска которого нельзя будет ввести в эксплуатацию Сереговский санаторий. Канализационное очистное сооружение. На следующий день мы продолжили уже больше 5 километров коммуникаций, которые соединяют между собой санаторную зону, хозяйственную зону, всевозможные колодцы переключений и доходят до промежуточного пункта в виде очистных сооружений. Дальше мы еще должны продолжить сброс в реку сделать, ну, собственно, куда будет подаваться вся очищенная вода. Практически все подземные коммуникации, они уже все в земле уложены, все согласно проекту. Осталось именно завершающий этап построить здания честных и смонтировать, собственно говоря, технологическое оборудование. На этом участке сегодня не хватает последней, самой большой фильтрационной емкости. Она пока в пути. По ее прибытии будет закрыт контур здания, установлены двери и окна. А пока в ящиках и под пленкой мерзнет дорогостоящие оборудование ценой почти в 75 миллионов рублей. На его установку и пусконаладочные работы нужно еще 20. В последнем месте идет мощное недофинансирование. То есть сюда компания вложила большие свои оборотные средства с других объектов под гарантией, допустим, заказчика, что мы эти все ваши затраты восполним. Но на следующий день, получается, они поставили нас перед фактом, что финансирования объекта не будет. И мы сейчас просто не понимаем не то, что там, как получить деньги, не понимаем, что делать дальше. То ли нам завтра вообще здесь все останавливать, замораживать стройку. А мы здесь понимаем, если мы сейчас на этой стадии остановимся, то потом практически необходимо будет переделать и все оснащенное емкостное оборудование, которое закопано в землю. Точно так же все электрооборудование, которое находится на площадке. И так же сами, собственно говоря, емкости с биологически активными веществами, ну, так называемые биоцинозы, которые эту зиму не переживут здесь. Опасения не напрасны. Полностью остановить пришлось монтажные работы на водозаборе, потому как запитаться электричеством неоткуда. Хотя под боком есть электроподстанция. Ее несколько десятков лет назад также смонтировали и бросили энергетики муниципалитета. Но она так ни дня и не проработала. Все лето пришлось работать на дизель-генераторе. Успели реконструировать помещение перегонной станции, установить насосы. Но из-за отсутствия тепла сейчас нельзя проводить внутреннюю отделку и пусконаладку. Часть людей с этих двух участков уже отправили в долгие отпуска. Среди оставшихся все чаще слышатся слова сокращения банкротства. Компания работает чуть меньше двухсот человек. И вот закрытие объекта здесь в ночных сооружениях, на водозаборных сооружениях, это просто не то, что они без работы, но мы их работу обеспечим, но не сразу. В течение трех-четырех месяцев им просто придется сидеть в вынужденном отпуске. Вот и все. И как они это объяснят своим родным, близким и детям перед Новым годом, что они остались без работы? И из-за кого? Когда мы уже здесь видим окончание работы. Ладно, три года назад, когда мы только пришли, нам казалось, о, как долго еще строить. Сейчас мы уже, мы видим этот конец, мы видим этот финал. Нам нужно здесь два-три месяца и все, и мы завершим. По словам генподрядчика, переговоры о продолжении финансирования ведутся ежедневно. Максимум, что обещает Минфинкоме, перечислить 100 миллионов рублей. 31 декабря. Этот объект, по сути, не спасет, потому что на сегодняшний день до 31 декабря нам нужно будет каждый месяц, как нам, так и нашим подрядчикам, платить НДС, платить зарплату, платить проценты по кредитам. То есть день финансирования нужно постоянно, пусть не в огромном количестве, но стабильное ежемесячное финансирование для нормального окончания этого объекта. Но только мы хотим понять, как будет вестись финансирование, в какие сроки это будет оплачено, и будут ли оплачены те работы, которые будут выполняться до конца года. Кому идти за гарантиями, непонятно. Единственный, кто сегодня может дать ответ на все вопросы двух десятков подрядных и субподрядных организаций, это исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов, решение которого ждут строители, медработники и пациенты Сереговского санатория. Субтитры сделал DimaTorzok